Всем привет! В этом уроке я постараюсь рассказать про расширенные циклы for, которые используют ipairs и pairs. Зачем они отличаются просто от цикла for? Ну давайте, чтобы понять этот урок, вы должны послушать урок или прочитать и понимать, что такое таблица в языке loa. Это не массивы. Они работают как массивы из других языков, но давайте кратко я все-таки расскажу. Local t мы создаем переменную и в нее заносим таблицу. Таблица элементы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый элемент. Это тоже табличка с четырьмя элементами. А это уже не шестой элемент. Здесь вместо нумерации я использую ключ. Ключ называется вот так. Вау, окей. И в него заношу текст. Так, дальше. Т у нас уже создано. Я пишу t.newkey присвоить key2. В результате у нас получается табличка, в которой есть индексируемые элементы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. А это уже не индексируемые. Это без индекса. Вместо индекса числового у него есть ключ с названием текстовым. И по этому индексу записано значение ключ. А вот по этому индексу записано значение ключ2. Давайте теперь запустим и посмотрим, как с нашей таблицей, как ее напечатает на экран, обычный цикл for. Вот посмотрите, как я здесь делаю. Цикл i от единицы до длины таблицы. Значит, количество элементов она должна посчитать. И печатаем номер элемента в таблице и сам элемент содержимое t и t называется. Когда в квадратных скобках это называется t и t. Если здесь стоит какой-нибудь g, t, g, t. Ну и так далее. Так, запускаем. Ну извините, что пришлось здесь паузу поставить, потому что если я в отладчике запускаю, тут окна, размер окон меняет Roblox. А я хочу, чтобы показывалось только вот этот текст. Мы сейчас за ним следим. Как сработает цикл. Я запускаю. Итак, с простым цикл for. В результате нам показали 5 элементов в таблице. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Мы их все видим. Ну и в пятом нам показывают, что там какая-то табличка. Нормально. Луа язык не умеет печатать в ложные таблицы. Он просто говорит, что а там таблица. Если мы хотим ее напечатать, мы должны ее тоже в цикле напечатать. Но это не важно. В результате мы не увидели вот этого ключа. Цикл wow. А что это вообще за ключи такие? Это можно сравнить со свойствами объектов. Вот, например, part. У меня part на workspace стоит. И вот я могу посмотреть его свойства. У part есть вот они свойства. Вот эти свойства, вот эти имена слева, это и есть название вот этих ключей. А то, что лежит в этом ключе, ну вот у нас есть право значение. Значит, это ключ, а это value. Key, value. Ключ и значение. Окей. Давайте продолжаем. Дальше. Мучить. Паузу я это убираю. Я ее закомментирую. Ладно. Комментируем предыдущий вывод. И теперь будем смотреть, как у нас, какой вывод пройдет. Если мы используем iPairs. И посмотрите, чем отличается цикл. Здесь я в цикле. Здесь я в цикле. Мне пришлось указывать длину нашей таблицы. С первого индекса по максимальный. Максимальный это решетка и имя таблицы. А здесь я пишу вот как. For и запятая в. In. Здесь ключевое слово in. Видите, здесь никакого in нет. In. И здесь мы пишем. Я не буду говорить, как работают iPairs и Pairs. Про это можно отдельный урок записать. Но про это уже много уроков записано. Сами посмотрите. Я просто не хочу вас перегружать. Итак. Что вот эта штука делает? iPairs. Она выделяет пару. Пару ключ. Ой, не ключ. Индекс числовой. Он будет занесен в каждой итерации цикла. В каждом проходит цикла. Здесь появится сначала в i будет единица. Индекс 1. А в значении v будет вот это значение. Ну, Пикачу в данном случае. И так далее. Цикл сработает точно так же, как предыдущий. Но здесь мы нигде не указываем длину нашей таблицы. Количество элементов. Потому что этот iPairs автоматически знает, что полностью нужно всю таблицу пройти. И все значения, индекс и значения, все нужно выдать. Как мы теперь печатаем? Смотрите. Раньше мы печатали. Ну, так как цикл у нас. Индекс шел в переменной i. Мы печатаем и t, и t. А здесь я уже просто пишу и индекс и v. И все то же самое мы на экране увидели. Идентично с циклом обычный for. Кстати, вы, наверное, если язык луа смотрите из скрипты, очень многие используют так. Это есть такое соглашение в языке луа. Что если вам переменная не нужна какая-нибудь, вот в данном случае нам индекс совершенно не нужен. Его даже можем не печатать, в принципе. Нам нужно просто... Наше задание. Напечатайте содержимое вот этой таблицы. Ну зачем нам индексы? Нас никто не просил их нумеровать. Давайте запустим и посмотрим. Вот. Теперь с iPairs. Вот у нас просто напечатали наши значения в этих ячейках этой таблицы. Но мы все еще не видим значения ни в OK, ни в NewKey. OK. Так. Комментируем. Вот этот вот wait. Давайте я закомментирую. Так. А теперь мы смотрим, как работает Pairs. Pairs немножко по-другому выглядит. Если вы посмотрите, здесь было... Здесь был i. И v. А здесь key и тоже v. Key это от слова key, ключ. А v это от слова value, значение. А здесь вместо key был индекс. Индекс подразумевает, что это числовой индекс. Целые числа с единицы до длины. А здесь не числовой. Здесь просто ключ. Здесь что угодно может быть. Может быть и числовой индекс. Вот такой. А может быть и ключ. Или вот такой. Давайте запустим. Напечатает ли нам теперь... Будет ли перебор всех элементов таблицы? Да. Очень здорово. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эти вот ключи. Wow и new key. Сразу вам говорю, что луа язык не гарантирует, что при переборе с помощью Pairs у вас будет сохранен порядок значений. Он может быть перемешанным. Например, 4, 2, 3, wow key, 5, new key. Что-то такое. Так что вы имеете в виду, что эта штука не гарантирует порядок в массиве. В некоторых реализациях у нас порядок сохраняется. Вот в Roblox мы видим, что на нашем примере вроде бы все сохранилось. Так. Ну, поняли? Теперь я уже вижу преимущество. Ну, и вы видите. Преимущество Pairs. Что если у нас в табличке передает не только вот такие значения, а еще и в ключах что-то записано. Кстати, вот такие таблицы я буду очень активно использовать с ключами в лидербордах. Во всяких. И много вообще в чем. Так что мы с этим столкнемся очень плотно. Итак, уже увидели некое преимущество Pairs. Так. Ну, давайте закомментируем и пойдем дальше. Что там у нас теперь? Ага. Теперь немножко обратный пример. Теперь мы создаем таблицу TP. А в ней только ключи. Name. Ну, кстати, вот так вот я обычно описываю монстров. Ну, если пишу какую-нибудь игру. Имя монстра, его очки жизни, его координаты, где он там у нас находится. И признак. IsDead. Мертвый он или нет? Ну, вот у нас IsDeadFalse. Это значит еще живой монстр. Так, ну и давайте напечатаем, что у нас в этой табличке находится. Напечатаем мы с помощью IPairs. То же самое был бы цикл for. ForE равно 1 до решетка TP. Так, ребята, а на экране я ничего не вижу. Вот этот текст напечатался и нам ни одного элемента не вывели. Почему? Должно уже понять, что IPairs, он выводит только элементы, которые не включи занесенные, которые заносятся в обычные ячейки с индексом 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. По порядку. Ну хорошо, получается, у нас таблица есть и мы не смогли ни один элемент из нее достать. Окей, комментируем дальше. И давайте попробуем. Теперь с этой табличкой разберемся. Уже с помощью... Ага, а у меня тут как раз не написано было. Ну ладно, дописываем. Так. Урок я уже не тороплюсь, потому что кому надо понять, ребята, это очень надо понять. Это такая простая штука, и она не имеет отношения к Роблоксу. Это именно вот в Луа, в языке Луа, как работает с этими супер таблицами. Шикарно таблицы сделаны. Вам в других языках, возможно, будет не хватать таких табличек, как визу. Text. Pairs. Окей. Давайте запустим. И сейчас мы должны получить все элементы нашего типа. И в чем еще классность? Смотрите. Мы можем получить имя ключа. Это как текстовая строка. Сначала печатается имя ключа. Name. Вот name. Потом печатается его значение. Pikachu. Так что мы можем даже ключи сравнивать. Например, мы можем вот так сделать. If key равно-равно. Типа напечатай все, кроме имени. And. Я просто сравниваю. Я же не знаю, в каком порядке. Например, у нас name может быть, например, каким-нибудь. А потом у нас, допустим, если мы сравнивали бы с индексом, например, не печатать значение по индексу 1. А вдруг кто-нибудь добавил новые значения, у нас все это сместилось. А в таблице, где в ключах хранятся значения, это очень... Это не важно. Потому что мы по имени ключа доступ имеем. Все отлично. Все напечаталось. Кстати, ребята, а вот теперь вы видите, что порядок-то не сохранен. Из dead совершенно другой порядок. Ну и отлично. Как раз доказывает то, о чем я вам говорил. Ну и давайте посмотрим, как в Roblox, например, что-то из этого применять. Так, пример из Roblox. Мы получаем в таблицу T2. Мы создаем переменную T2. И в нее мы получаем всех детей в Workspace. Что у нас в game.workspace находится, мы сейчас должны туда получить и вывести. Порядковый индекс и имя того, что там джит. Так, у нас там есть камера, бейсплей, terrain, part. Ну это имя скрипта у меня такое русское. Разберемся с... Так, и part 2. И тоже, видите, порядок тоже какой-то. А, нет, ну здесь в определенном порядке нам выдает. Но этот порядок, GetChildren тоже не гарантирует вам порядок, вот как мы видим здесь в визуализации. Ну это уже стандартное использование GetChildren. Что мы можем... Мы здесь пользуемся IPairs. Потому что, ну честно говоря, я сейчас не припомнил, не припомнил функции в Roblox, которые выдают вам табличку с ключами. Ключ и какое-то значение. Все таблички, которые выдаются с помощью GetChildren, они индексированы. Потому что индексированные таблички быстрее работа с ними идет. Быстрее поиск, быстрее там удаление и так далее. Быстрее перебор. Так что старайтесь, в принципе, таблички... Ну ладно, не буду вам советовать. Не тема этого урока. Так, давайте следующее рассмотрим, что у нас здесь. Ну и урок по языку Lua. Так. Смотрите, как умеет Lua. Мы только что посмотрели, что в таблице может быть и просто значения, которые в индексы попадают автоматически. 1, 2, 3, 4, 5. А это ключи. А здесь мы создали пустую табличку без всяких ключей индексов. Но потом я в нее что-то записываю. Если мы записываем в Lua вот так, в квадратных скобках, здесь может быть любое значение переменной, примитивной. Примитивной. Или если мы сюда заносим объект, то у нас создается ключ, который не с именем объекта, а он прям ссылается на этот объект. Так что при этом мы сам объект не трогаем, в него ничего не заносим. Но в таблице получается ключ, который не с таким именем текстовым, а он как бы со ссылкой на адрес этого объекта. Вот как. Это очень удобно. В этом уроке я не буду говорить почему. Но вот в моих будущих уроках это обязательно будет применено, потому что из-за этого я и люблю язык Lua. Ну и во второй ключ, который относится к моему, там второй парт, созданный где-то я, в него заношу признак. Признак это я сейчас придумал. Эту часть нужно убить, kill, а эту нужно пощадить, spare. Так. Ну и как теперь нам вывести на экран все это? IPairs не поможет. Нам поможет только pairs. Потому что здесь никаких числовых ключей нет. Здесь нет даже текстовых ключей. Посмотрите, как мы теперь будем выводить на экран. Давайте я запущу. Посмотрим, как это все вывелось на экран. Так. О. Смотрите, что мы выводим. Сначала выводим ключ. А в ключе у нас находится ссылка на наш объект. Ну здесь, так как это объект, в объекте есть метод превратить в строку. Так что если мы пытаемся придумать печатать умный объект, он печатает обычно его имя. Ну вот он у нас напечатал. Слово, парт, имя. Окей. Дальше я в принте печатаю текст цвет RGB и прошу, напечатай ключ.color. Значит вот в этом ключе, в нем какое-то свойство. Ну я знаю, что в наших деталях есть свойство color. И оно мне его печатает. RGB цвет. Так. Дальше я печатаю материал, просто текст материал. И уже сам материал печатаю. Кей материал. И он напечатал, что да, это пластик. И теперь прошу напечатать значения. Вот это. Которые отношения имеют к этому объекту. И вот получаю, пожалуйста, этот убить, этот пощадить. Вот. И можно даже условия сделать. Я сейчас это и сделаю. If If k равно... Вот, кстати, это уже похоже на то, что я буду использовать в Roblox. Then Если этот объект нужно убить, тогда мы его убьем. А убьем мы его вот так. И устроить. Вот и все. Давайте перезапускаем. И сейчас тот объект, который я сказал убить. И занес в таблицу ключ. Сейчас мы его убьем. Уничтожим. Так. И, конечно же... Так, что-то у меня подчеркнуто. Что-то у меня... А, не k. Зачем мне value? Я уж думаю, что тут не работает. Здесь легко запутаться. Так, ребята. Блин. Нет, как раз не v. Вот здесь вот у меня ошибка. Вот здесь k. Я опять ошибку сделал. Вы простите. Вечер поздний. Так, если значение... Если v вот эта штука value значение равно kill то тогда мы ключ destroy. А в ключе у нас этот объект. Давай, уничтожайся. На этом мы заканчиваем урок. Ну все. Он благополучно был уничтожен. Ну что я хочу сказать. Подписываемся. Шлем донатики. Ставим лайки. Об этом канале рассказываем. Задаем вопросы в комментариях. В комментариях я стараюсь всем пока отвечать. Вот так. На этом все.